Доброе утро, мои любимые, мои хорошие. Терри-тири, мука Литмармса. Доброе эстонское утро. Только из душа. Прошу прощения за свой вид. Не гляжи. А вы не гляжи. Халат что-то не нашел. Я так сверху покажусь. Голова моя не ясна, мысли мои не ясны, поскольку я нифига не спала. Я когда вот так вот приезжаю, вот эти переезды на день, там на два, в общем первый день где-то в каком-то новом месте. Я не сплю вообще. У меня столько всяких мыслей. Я так давно Кристину не виделась в такой себе. Так я не знаю, сколько у меня там пульс 200 есть у меня. У меня всяких эмоций столько, в общем. Там карабай провода, тут ребенок так вырос, так я соскучилась. Вообще мы так пообщались тут все, по мужу соскучилась, по квартире, по катам, и как это все, это так сумбурно. Но, тем не менее, дней мало. И нельзя так, знаете, сегодня отдохнула, понаслаждаюсь этим общением тут и все. Надо вставать, надо уже бежать. Кристина уже утром уехала снова в лагерь. У нее лагерь, она такая довольная вся там. Я ее накормила, дала папе поспать. Я говорю, она же сама собирается. Нет, он хочет там сырнички согреть ей там все. В общем, я ему дала поспать. А сама, о чем я толку-то, я все равно не сплю. В общем, жуть, жуткая. А тем не менее, времени немного. Завтра у Сандры юбилей, завтра у Сандры день рождения. Мы идем, значит, к ней. А сегодня у меня, считайте, день на то, чтобы я купила эту всю электрику. Вчера мы ездили по магазинам, мы искали вот эти лампочки. Проблема с лампочками. Мне нужно, вроде, чтобы они были лет, и чтобы они были не яркие, такие как светлячки. Ну, в подсветку туда. Как жарко, не могу. Как-то здесь, знаете, парк, если какой-то камень, вот это вот, ну, в смысле, дом. И как-то мне так. Вот. Что про лампочки? Туго соображаю, не спала. Ну, в общем, муж работает на всю квартиру. А я его жду, что мы сейчас поедем по магазинам. Нам надо вот эту электрику по списку. Сколько розеток двойных, сколько выключателей, сколько проводов, еще там каких-то. А самое главное, это эти лампочки подсветочные. Что-то у меня их никак. Решетки там надо, распредкоробки. Ну, в общем, понимаете, это такое дело, да. И еще у меня совсем скоро, через сколько-то там часов, прикмахерская. В общем, как это все успеть и сделать, я не знаю. Сейчас я встала, в душ сходила. Ну, как встала я давно, да. В душ сходила, дозапаковывала Сандре подарки. Там у меня был один, по-моему, или два не запакованных. Вот, теперь все готово. А надо ехать в строительный. Надо набрать этот список, чтобы, вы это знаете, уже не висело надо мной. А еще ко всему. И в парикмахерскую надо весь какой-то такой. И еще плюс не спал, и как-то жарко. Не то, что жарко, парка, душно. В лесу лучше, в лесу легче. Это как-то все приносится. И я никогда из Сталина, мы никогда с мамой не хотим туда ехать. Как-то начинается, опять там эта дача, условия как-то. Но все-таки не так, как в городе. По сути, там уже ничем не отличается. И вода горячая. То есть все есть, но вот как-то неохота, знаете, начинать собираться, куда-то ехать. Я не знаю даже как. Ну, на новое место, что ли. А потом, когда там приживешься, ты не хочешь обратно. Вот я приехала сейчас на несколько дней. И здесь так тяжело. Сумасшедшие чайки. Чего они все ими орут? Выключите чайки. Машины, кто-то поет, ходит, собаки, дети. Ну, как-то так. Там так тихо. И там как-то лес. Там пришел, там такая прохлада, воздух. Ну, понимаете, да? Город все-таки, лес. Понимаешь, прелести леса вот здесь сидим. Ну, в общем, я пойду одеваться и терепить мужа. Потому что у меня времени до парикмахерской совсем мало. А нам нужно строительную. Начали ездить по строительным. Первый попался нам Краута. Сейчас посмотрим, что здесь. Еще у нас есть Испак, у нас есть Депо, Баухаус. Магазины есть, а времени нет. Ну, посмотрим, что тут поймаем. Муж паркует в машину. А корзинку не вижу. Корзинки здесь где? А корзинки здесь на улице. Вон оно что. Робот и пылесос. А нам с вами не до этого. Мебеля. Мебеля какие. Мы, значит, ищем лампочки, которые идут на подсветку в вагонку. Мигает. Видите, да? А говорят, что S22 Ultra не мигает. Врут. Свет вот этот вот. Да, но оно очень темное, конечно. На потолок тоже чего-то надо в каменную. Все, ходим, что-то бродим, ищем. Чего-то как-то никак ничего не найти, не определиться. Нельзя, когда так долго. О, вот ту сиреневую. Ой, цвет меняет. Боже, как красиво. О, вот ту сиреневую. Теперь мы уже в Ярве Кескусе, тут что-то ищем. Муж бегит, я за ним. Робототехника, камеры. Камеры Я посмотрю мебель чуть-чуть. Ну, совсем чуть-чуть, потому что времени нет. Господи, никогда его нету. Что за время такое? Ага, креслица. Ну, что такое удобненькое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Муж что-то ищет. А я бегаю быстренько, все смотрю. Быстренько, тем временем. Он говорит, что что-то все поменялось, в общем. Мы бежим за ним. Он, наверное, а, он ищет свет для мебельной фурнитуры, что может быть там что-то из лампочек. Он за этим бегает, наверное. А мы с вами просто, походу, нам надо тоже всякого пробегая мимо. Мы много замечаем, правда? Субтитры сделал DimaTorzok Хотя дерево и хрусталь тоже красиво. Ой, давайте все такое. Давайте все такое. Это с выставки. Это опять они на выставке были. Боже, как я это обожаю. Не могу. Вот такое. Забудьте меня здесь. Оставьте меня тут. Все. Уводите меня отсюда. Так, у вас. Мы ничего не нашли, я правильно понимаю? Надо на первую туда идти. Ну, побежали тогда, побежали. Это Ярвекескус. Здесь миллион всяких магазинчиков. Здесь сауна, майлин было. Все по баням, я помню. Мы с тобой, когда в кафе сидели, всегда смотрели на бане. Помнишь? Ярвекескус. А он тут как? А мы с вами бежим. Да, не сауна уже здесь ничего. А, нет. Или сауна есть? Не-а. Слушайте, все так меняется. С Новым годом. Все так меняется, что... Ну, что, наверное, к лампу пришел, да? Ну, мебельную фурнитуру. Вот сауна, майлин сюда. Ага. Глаза, позже. Позже. Это правда сауна, конечно. А давай здесь свет посмотрим. Боже. Вот еще здесь меня забудьте. Хорошо. Нет, давайте свет. Не будем отвлекаться пока на бане, хотя очень хочется. В том магазине не было. Идем в следующем. Но не могли мы все-таки не зайти в сауну Майлин. Это мир бани. Да вы что? Ой, так хочется еще баньку сделать. Но это будущее. Вот здесь, кстати, образцы стены, всему. Ой, и полочек. Не, ну пусти я Новогород. Все. Смотрим подсветки. Ну, это баня. Понимаете, они здесь очень дорогие. Они, потому что они специальные через оптовое волокно, они для жары, а нам-то не надо. Вот он. Да-да, я уже показала тебе. Видишь, вот там. Показывал. Да-да. Только там цена маленькая. Здесь еще, кстати, есть можжевеловые панели. Мне нравится очень соляной вот этот столб. Колонна соляная. Вот здесь вот подсветочки. Прелесть. Вот такую баньку. Ой, мечты-мечты. И можжевеловые панели мне еще очень нравятся. Вот такие. 69-89 евро. Такие маленькие. А есть 89 такая большая панель. Их даже в большую комнату, может, их вешаю. Это очень прямо на стены. Пахнет она изумительно. Стеклянные двери, печки. О, господи, когда-нибудь мы с вами доживем до этого или нет, я не знаю. Сейчас у нас задача другая. Но меня же запустились. Значит, все. Значит, все. Двери. Есть ли, интересно, здесь у них стеклянные стены. Наверное, все есть, но сейчас не об этом. Сказала Яна и побежала еще быстрее. Сюда же. Всякие вешалки. Смотрите, какие. Такие, наверное, сделать можно самой даже, да? Мастилы, чтобы не скользко было тоже под дерево. И стены, вот. Стены. Соляная камня. Вот они. 22 номер. Сколько они хоть стоят? Они, наверное, очень дорогие. Ну вот, можжевеловая панель. Найдите, все таки малюсенькие. Как будто нарезаны, знаете, как колбаса. Как колбаса. И наклеен. Простите за сравнение. Ката, копаюсь в этот самый из можжевельника. Как он пахнет! Нифига не пахнет. Так себе не пахнет. Соби. Опять ничего не нашли нигде. А у нас зашли еще в коду экстра. Такой магазин нас сюда послали. Может, тут что-то всякое всячное. Носимся, короче, по магазинам. Теперь эспак. Знаете, обычно бывает так. Чем больше носишься, а потом приезжаешь в магазин, который около дома, и там все покупаешь. Вот почему-то так. Еще депо. Ну, в общем, мы почему-то так любим носиться. Не знаю, зачем это. Но пока носишься, затем вроде бы... Ой! Чего? не находишь, то ищешь вообще... Видишь вообще параллельно другие вещи. Там для бани что-то. Для будущего там светлого. Эспак. Здесь снова освещение, снова лампочки. Уже все рябит в глазах. Ой! Мне вот это нравится. Свеженько так. Хе-хе. Ой, какая прелесть. Вон здесь кейл лампы. Такое середерево. Такое середерево. Медные тоже интересные. Набираю по списку розетки, выключатели под дерево с подсветкой, вексельные. Включаешь в одном месте, проходишь комнату, выключаешь в другом. Розеток не так, не все здесь. Муж бегает с лампочками. Никак, что-то нам подсветкой никак не понять. Какие лампы классные здесь. Пока муж в кассе, мы с вами быстренько посмотрим здесь, что. мебель кожаная. Он, наверное, не раскрывается. А не поставят ли нам мебель кожаную на даче, как считается? Муж что-нибудь загрызут сюда креслица какие-нибудь. Вот такие громоздкие. Так, это мы с вами был испак. Для компьютера подставки. Был бы столиком, это маленький, прям такой, чтобы на колесиках. Придвинул к дивану и работаешь. Еще ищем полимерку. Тело самого камина надо будет полимеркой затереть, как бы, декоративная шпаклевка, цвет там, все такое. Бррр! Сколько же этого всего! Это, конечно, рай. Обожаю это, но они как-то не все так быстро. Где она, полимерка? Вот это вот я видел. Да. Вот это вот, как банально. Альпина, да? Вот, у них вот эти есть, даже нарушки, даже было написано. Я, ты мне присылал, я читала. Я хочу образцы посмотреть, как они, как они затираются. Покажи мне, как, просто на фотографии они не передаются. и бегу. Ну, правда, вообще их нет. Здесь вообще их нет. Тут, правда, вот, видишь, она такая. Структура, что было. Это структура, с помощью, какая-то структура. Ну, тут вообще, тут вообще ничего нет. Это ничего. Вот они. Что-то от тебя нет. Вот это, видишь? Ну, вот такой. Нет, поярче, ярче выраженный. Цвет не смотри. Не смотри. Я говорю про ярче выраженную структуру. У них, понимаешь, они состоят из трех вещей. Да, я уже знаю. Вот здесь целый ряд. Голд эффект, бетон эффект. Бетон эффект. Вот видишь, они тут всякие. У них есть сайт, там все вот это. На сайте, мне надо вот так пощупать. ну, все равно. Дай, да, я пощупаю. Вот, наверное, мрамор эффект, да? Вот похоже, да. Похоже. Да, да, есть мрамор. Нет, это нехорошо. Это бетон эффект. Бетон эффект. Какое-то там дерево нет. Дерево, угу. Не понимаю, чтобы я как бы в наличии пощупала, я по нему им буду. Тогда я в интернете понимаю, о чем я. Это какой-то, они как задумываются, переделаны. Дерево тоже. Угу. Камни. Понимаешь, да? Да, металлик. Блеск. Мне кажется, он должен, ой, он должен быть глубокий. Тоже, Копорол идет. Сергей пишет, что коробки 75 на 75 подойдут. Подойдут. А 55, может, 55 подойдут? Нет, 100 тогда хочет. Еще больше? 100 на 100 или 75 на 75. А 100 не бывает. Я не видел 100. Если ты не видел, то не значит, что не бывает. Ну, бывает. Вот еще, смотри. Просто белый дали. Нет, белый не будет. Вот, смотри, еще формы затирок. Структура. Ну, в общем. Вот видишь, как вот бетон необработанный. Видишь? Совсем. Ужас вообще. Совсем необработанный. Но вот мазки мне тоже не нравятся. Это подъезд. Это слишком. Вот мне где-то там понравилось. Ну, так себе. Так себе. Вот это. Но она в цвете, конечно. Это тело самого камина, понимаете? Как будто сейникс. А это не сейникс? Это. О, все, поняла. Я все поняла. Какой типо это? Это палелки, да? Ну, а если он будет в цвете? Где-то это и то. Нет, это слишком грубо. Грубо. Может, такой, как наждачная бумага. Фу. Все, будем думать. В общем, бегали-бегали, пока ничего не набегали. А теперь уже у меня время в парикмахера. Парикмахер у меня самый лучший парикмахер. Самый лучший парикмахер находится он у меня в кадриорге. Посмотрите, как оформленный вазонами весь дом. Цветами. Невероятно, да? Очень красиво. В кадриорге. Так что пойду. Сейчас пусть меня в человека превратят. Хоть посижу, боже мой. Хоть кофе попью. Мне сделали причесочку. Этот раз я попросила не выпрямлять волосы, как вот обычно вам не выпрямляют, а наоборот диффузором, потому что они у меня сами по себе вьются, как бы. И, в общем, вот так вот сделали. Сегодня я такая лохматенькая. Ну, в общем, как обычно. И с парикмахерской отдохнули. Муж меня ждал. И что вы думаете? Продолжаем по строительным. Приехали в еще один крупнейший строительный магазин. Ну, как новый, да? Он относительно новый. Депо этот огромный. Мы с вами здесь столько раз были. В общем, мы бегаем за этой подсветкой для досок, для вагонки там, да? Не, как-то у нас, не знаю, никак это. Ну, и, походу, пока собираем всякие розетки. Что такое? Обещалась гроза в Таллине, дожди, облака есть. Никакого дождя нет. Пока, получается, с утра Кристина накинула с собой легкую куртку, когда в лагерь уходила. Уезжала. А так, не знаю, где они сегодня ничего не делают, а мы с вами вот в депо. Мы с вами здесь много раз были, снимали. Ну, вот эти лампочки. Не знаю, что за проблема бегать по всему городу за какими-то лампочками. И чтобы вкрутить их. Вот. Никак, не знаю. О, смотрите, какой фонтан. Фонтан. А у мужа гриль. Вот это гриль, я понимаю. 3000 гриль. 3000 гриль. Кресло хорошее, но тяжелое. Муж выбрал гриль, я статую. Так, ну что мы с вами. Будем добирать розетки. Будем добирать розеточки. Распред коробочки. Здесь, в этом депо, есть и химия, типа порошки, то-се. И еда, и мебеля, и даже шампанское. И очень большой стенд безалкогольного. Ну, и объемы здесь, конечно, расстояние чумачечие. Здесь очень много разной техники. И очень часто бибикают задним ходом погрузчики без конца. Они пищат здесь. Сегодня что-то тихо. Ну, а мы опять о своем. Опять мы чего-то и кого-то ищем. Ну, тоже всякие яркие. У нас там в простенок один будет в окне. Туда хотели лампу. Я говорила, хотела какую-нибудь, чтобы она осветила. Как палка была. Вот из современной палки. Вот такая. Сколько у нее здесь размеров? Ледовские. Современные такие. И так, ну, мы с вами все здесь подсветки ищем. Вот здесь хорошие таблицы. Вот эти вот ледов. В сравнении, как леды, чего светит. Шкала вот эта по свету. Что такое 1000 кельвинов? Что такое 7000 кельвинов? Чем меньше кельвинов, тем, как сказать, романтичней. Вот разница. Вон здесь видно. Шкала очень хорошая. Очень хорошая вещь вот здесь. Диапазон для дачи. Смотрите, какая чудность. Но они, наверное, слишком все нам опускаются. Нам надо очень, чтобы немного свисало, чтобы перекроет камин. Вот эти тоже, ну, они такие. Вот эти мне нравятся дачу палки. Ну, а эти тоже ничего. Вот это, может, маленькую. И бра, кстати, такие же. И бра такие же. Здесь вот все прямо-таки для дачи. Вообще, вон, палка вниз, свет. Видите, как здорово. И, кстати, сразу о том вопросе, что вы говорите. Многие из вас, что не надо занавески, что можно сразу рулу. Ну, легкую тюль там, чтобы не сидеть оголенной. И кто-то идет мимо. А вообще, вот, ярко-желтое такое, например. Рулом можно. Такое насыщенное в цвет дачи, как бы. Разных цветов они. Ну, и крепления у него тоже должны быть разные. Фотографирую все потом по месту. Только мужу все будет, наверное, будем показывать. Он будет привозить. Потому что сейчас я не могу покупать рулое. Я ничего не вижу еще. Не знаю. Он оранжевый. А это ковры и ковровые покрытия иллинолеум. Смотрите на палитру. Нереально просто. Нереально. Нереально. Так, а мы с вами что? А, кстати, электрика. Мы еще не закончили. А еще мы выбираем камни, которые будут вокруг камин. У нас там две стены есть. И вот их тоже надо облицевать какими-то интересными камнями. Сейчас у нас там темно-красный. Такой, как розовая. Щит теплый. Вот теперь каким-то образом камешки подобрать. Приехали отовсюду с этих строительных. Заходи, Крисия. Со всех этих строительных. Я не знаю, мы были там весь день. Вот еще в парикмахерскую. Так немножко. В общем, мы купили все, что нам надо. Но на это ушел весь день. Всякие распределительные коробки, розетки. В общем, там целый огромный список. И все это я оставила сейчас в машине. Так что обзора не будет. Потому что все это в машине лежит. И значит, я на даче вам все покажу. Что здесь невозможно. Лампочки вот эти небольшие, которые будут у нас там где-то зашиты воздуховоды. Вот. У нас там в дно будут такие лампочки подсветки там вокруг. И в общем, все по списку. Мы купили список. Был длинный. Всякие решетки. Все, короче, миллион всего. Все это покажу к чему. Покажу все на даче. Но маши зрителям. Пришла. Маши зрителям. Вот. А завтра у нас. Завтра у нас такой важный день. Завтра у нашей Сандры. Завтра у нашей Сандры день рождения. И теперь мы все туда уже, как сказать, настроены. Сейчас еще с Кристиной тут ездили. Она свои секретные дела делала. Завтра надо еще цветы организовать. Подарки у нас все готовы. Все упаковано. Завтра доделаю по мелочам там все свои эти вещи. Надо продукты на дачу. Такие уже скоропортящиеся. И потом день рождения. Вот. Так что показать мне, рассказать вам сегодня просто больше нечего. Обзора все в машине. Устали так, что у нас ног нет. Мы уехали утром и вернулись вечером. Еще сейчас Крисина подсела в машину. Там с ней ездили. Там она тоже с Сандрой хотела купить. В общем, все. Аут. Никто не ел, не пил, ничего вообще. В туалет не ходил. Так что сейчас будем кушать, отдыхать. И даже уже обсуждать, наверное, ничего не будем, потому что устали. Завтра еще у меня салон. Завтра надо глаза сделать. Беготня страшная. Я хочу вернуться на дачу, потому что там совершенно другой ритм. Я еще там устать умудрилась, что такой, типа, ремонт. Я устала, боже мой. Я лучше буду там все обшивать, чем вот здесь вот так носиться по крупнейшим, гигантским строительным магазинам. Нам уже дурно. Мы уже сможем полуобмороки. В полуобмороки мы сможем. В общем, устали. Сейчас мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам всего этого, доброго, хорошего. До следующего видео. А сейчас только так вот. И все. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до следующего видео. Пока-пока.